Ну а если не можете выйти замуж, то много есть таких принципов. Первый принцип, смотрите, эзотерически Бог создал женщину и ей необходима вторая часть. Когда Бог создавал женщину, Он понял, что если она будет беременна и бегать за животными, то она 100% не выживет. И ей необходима обязательно кто-то, кто будет ей помогать. То есть фактически еще одно существо нужно было создать. То есть я не говорю, что первая была женщина, а вторая мужчина. Я просто говорю гипотетически, что нужно было создать еще одно существо, которое бы помогало этой женщине и помогало зачем-то этому существу. Что нужно от этой женщины? То, что будет его притягивать к ней. А зачем он ей? Чтобы сесть ему на шею. Потому что в трудные времена он должен будет ее кормить и ребенка кормить. То есть это его миссия. То есть ее миссия выносить ребенка. Но что? Эволюция произошла. И этого, по идее, ничего уже не нужно. То есть женщина может и сама и выносить, и родить, и воспитать. И мужчина может совершенно легко прожить. И так, чтобы не было женщины и так далее. Но некая структура врожденного качества желания женщины, она осталась у мужчины, и желание мужчины осталось у женщины. И тут такой вопрос. Чего хочет мужчина? Мужчина хочет энергию, которая связана с женской красотой. А женская красота возникает в тот момент, когда она постоянно ассимилируется и постоянно чем-то вырабатывается. О чем я говорю? Вот у нас есть в Украине песни, ее поют на всевозможные праздники. Это свадебные песни. И там есть одна песня, и там рассказывается, как меня мама постоянно ругала, чтобы я перед окном свои волосы не чесала. А я ее не послушалась, чесала волосы и замуж забрали. Раним в возрасте. С чем это связано? Это такая особенность. Чем больше женщина уделяет внимания своей красоте, чем больше внимания она уделяет своей красоте, каким образом? Я не знаю. Возьмите время, там, один, два часа, три часа. Мажьте себя кремом, я не знаю, расчесывайтесь по часу. Там, делайте все, посвящая это красоте. И начнете нравиться. Такую красоту вас начнут видеть. Второе. Обычно люди, которые переключаются с позиции, я не могу выйти замуж, почему я до сих пор не замужем и так далее, они должны отвлечься, потому что часто именно эта проблема, озабоченность маниакальная на то, чтобы выйти замуж, мешает человеку. Вместо этого начните вышивать. Почему? Когда женщина вышивает, она занимается магией. Вышивает крестиком, знаете. Когда женщина вышивает крестиком или начинает рисовать, или там что-то делает, то она в этот момент занимается некой такой медитацией, как бы создавая свою судьбу. Мне мама когда-то вышла, когда-то мама вышла такую маленькую, на белой скат, на белой тряпочке, такой из конопляной ткани, серенькой. Она из льняной, не из конопляной, такая старая ткань у нее была. И она мне вышила, тогда еще в советское время не продавались икон, особо не продавалась. И она мне вышила такую икону, где изображена Божья Матерь, которая крест-накрест держит свечи. И, ну, не так красиво, она у меня до сих пор есть. И когда я видел, как она вышивала, она что-то там шептала. Я говорю, мама, что ты шепчешь? Она говорит, она на украинском языке, на украинском языке разговаривала и разговаривает. И она говорит, это я тебе шепчу, чтобы ты счастливый был. И говорит, мечтаю о том, как ты счастливый будешь, женися, о том, как у тебя дети появятся. А ты носи, пусть оно у тебя будет где-нибудь, будет тебя сохранять. Представляете, как это мило. Я тогда не понял, и она у меня валялась где-то, знаете, но сейчас мне уже вторая половина жизни, и знаете, как это мило для меня. Когда я беру это в руки, то мне всегда вот ощущения самые добрые, самые лучшие. А ведь что она намечтала в виде этих крестиков, то в жизни и произошло. Что вам хочу сказать, это тоже работает. Так можно взять и начать вышивать. Крест-накрест и говорит себе, скоро замуж выйду, хороший будет, посадит мне себе на плечи, будет любить меня, маму мою будет обожать, всем будет помогать. Пусть будет так. Пусть будет так.